Друзья, приветствую! Предлагаю вам оценить масло Polymerium X-Pro1 в вязкости 5.30 C3 с заявленным 504-507. Масло август 23-го разлито. Я уже отлил в баночку, потому что планировал в виде шорта изначально снимать, потом передумал. Давайте посмотрим вообще на что похоже масло и сравним с именитыми конкурентами. Так, первым делом коэффициент корреляции по Pearson покажу вам. Так, ну, комментировать тут нечего. Видно, что это кастомный пакет. Вся практически линейка Polymerium сделана по схожим лекалам. Присутствует даже вот Polymerium акционный 10.30 RED. Вот, ну, максимальное совпадение с C3. Есть даже устаревший C3. У меня помечен как устаревший. Вот, ну и другие продукты данного производителя. Да, видно, что пакет. Кстати, из этой таблички можно много информации подчеркнуть. Давайте посмотрим, что по базе. Максимально чистый и высокий пик у нас здесь у Polymerium. Это лидер. Далее с небольшим отставанием следует Ziktop LS. После него уже с таким приличным отрывом Luke Oil Gineser Martech German Car. После него Volkswagen Long Live. Еще хуже. Вот, после Volkswagen Castrol Edge. И самая нижняя линия. Это у меня сам пакет Infineum. Вот этот с 504-507. Он растворен в минералке, поэтому вот демонстрирует такой уровень. Ну, пакет всегда минералки растворяют. Так, следующий у нас. У нас тут субстанимиды и эстеры. Давайте начнем с эстеров. Правый пик. Ну, понятно, что здесь Polymerium 5% максимальное из всех конкурентов содержание. Ну, вот удивляется Castrol Edge. Тоже примерно так. Два с половиной, наверное, да? Вот, и остальная тройка идет ровненько, значит, линия в линию. По субстанимидам здесь чуть лучше выглядит Castrol. После него ZIG. И там практически одинаково Polymerium чуть-чуть хуже. Далее идет Volkswagen. Ну, и по убыванию. Значит, данные по Polymerium, которые я получил, видно по окислению, что эстеры есть. Кстати, вот они внизу и помечены, как 4,98 прибор их определил. Так, и здесь обратите внимание на АО, антиокислители. Фенольных 0,42 и аминных почти 1,3. Это высокий уровень. Значит, я буду оценивать еще и по антиокислителям. Look Oil, German Car. Здесь у нас фенольных поменьше, 24. И аминных поменьше, 0,9. Вот, но тоже, в общем-то, я бы сказал, что неплохо. Такой этот похож на какой-то на вот... По содержанию, как Mobil 1. Далее у нас Long Life. Здесь чуть хуже и то, и то. Фенольных 0,12. Аминных 0,79. Ну, 0,08, допустим. Ну, чуть хуже, чем у Lukoil. Ну, кстати, фенольные, они немножко скачут. Вот, когда их низкие значения, там могут погуливать слегка. Так, ZigTop у нас, ну, тоже плюс-минус похож на Volkswagen, да. Там фенольных было 0,12. Здесь 0,11. Там аминных было 0,79. Здесь 0,85. Но, тем не менее, я уже абсолютные цифры учитываю и при рейтинге расставлю их. Так, и замыкает все это у нас Castrol Edge. У Castrol вообще ситуация нетипичная. Я такого не видел, честно говоря. Фенольных 1,48. Очень высокий уровень. И аминных 0,63. Вот я такое соотношение никогда не видел. И плюс еще обращает на себя внимание... А, да, кстати, эстеров, смотрите, определил прибор 2,62. И эстерфосфаты. Это вообще крайне редко встречающаяся картина. Вот, полтора процента. Ну, и итоговый рейтинг. Смотрите, значит, база, сукцинемиды, эстеры, фенольные антиокислители, аминные антиокислители. Баллы за суммарные за базу. Далее, на озоне посмотрел цены. Литрух минимальные искал. Ну, понятно, что Volkswagen минимальный может быть у нас сюрпризом. По минимальной цене, да? Подделка. Парасел. Значит, баллы за стоимость. И в итоге все вывел в итоговый балл. С учетом базы и стоимость. И вот получилось, значит, и вот такой спарклайн сделал. Чтобы можно было по длине полоски оценить визуально, насколько кто отличается. Значит, красные вот эти спарклайны. Полимериум. 27 баллов из 30 возможных. Просто шикарный результат. И по стоимости, и по составу. Видите, там, пять компонентов просто лучше. Значит, далее следует Castrol Edge. Кстати, качественное масло. За ним, ну, практически не отстает. Один балл разницы. Look Oil Genesis. German Car. Отличный результат. В свою очередь, Look Oil опережает чуть-чуть Зик Топ. С высоким содержанием ПАО. Ну, и замыкает этот рейтинг. Вольф Слайденке. Long Life. Самый убогий состав. Посмотрите. 2-2-1-2-2. Ну, просто ничего. Какой-то максимально экономили на составе. Вот. Но продается за хорошие деньги. То есть, просто, ну, вот вам, тут мне на днях один из пользователей кукарекал в комментариях про допуски, соответствия. Кукарекал, что у полимериума нет этого пульсвагеновского допуска. А нафиг он нужен, если, вот, смотрите, оригинальный пульсваген предлагает какую-то ерунду по дорогим компонентам, качественным. Те же субцинимиды, которые удерживают грязь. Намного все хуже и бледнее. Да, кстати, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. Да, и, наверное, прокомментируйте, пожалуйста, стоит ли сделать полную раскладку. То, чтобы правильно читать какое-то видео, чтобы правильно читать, интерпретировать вот эти скрины, которые я вам показываю. База это то-то, это это, какие плюсы-минусы. Вот так сложно все запихать сразу. Благодарю всех, кто скинулся на образцы. Вот рейтинги я буду делать регулярно. Уже много масел заказал. Полнозольники. Начнем, наверное, с недорогих. И далее уже там. Сейчас жду недорогое совсем масло Дзержинское. Сравним его со светофором. Со светофоровским синтеком. Ну и посмотрим, что и как. Ну, понятно, откровений там за небольшие деньги я не жду. Но, тем не менее, я думаю, будет интересно. Так. Еще раз благодарю всех, кто поддержал данное начинание. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.